Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите «Экспертное мнение» от Альпари. В ходе вчерашних торгов американский фондовый индекс S&P 500 закрылся на уровне 2896,74 пункта, в очередной раз обновив свой исторический максимум. Драйвером для роста американского фондового рынка в начале этой недели стало смягчение риторики представителей ФРС США и прогресс в переговорах между США и Мексикой. Последний дает инвесторам надежду, что торговые войны в мире пойдут на спад. Американский фондовый рынок растет уже 9 лет к ряду. Это самый длинный растущий цилк в послевоенной истории. За это время американский фондовый рынок вырос в 4 раза. Основная причина роста – программы стимулирования экономики центробанков развитых стран. ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии залили деньги дешевыми деньгами. Суммарно они напечатали порядка 15 трлн долларов. Но в ближайшие годы ситуация изменится. Стимулирующие программы мировых центробанков близки к завершению. ФРС США уже свернул свою программу и постепенно поднимает ключевую ставку. В следующем году стимулирующую программу завершит ЕЦБ. Это заставит инвесторов пересмотреть свое отношение к фондовым рынкам. Как гласит китайская пословица, деревья не растут до небес. Так что коррекция вниз на американском фондовом рынке продолжает назревать. Вы смотрели экспертное мнение от Альпари? Будьте в курсе! Редактор субтитров А.Семкин